Сегодня Валентину Гафту исполнилось 75. С днём рождения актёра театра и кино поздравила глава государства. Своим указом Дмитрий Медведев наградил народного артиста России Орденом заслуги перед Отечеством второй степени. Талант Гафта не вызывает сомнений. Все режиссёры, которые снимали его в своих картинах, подчёркивают, он человек исключительного дарования. Сам актёр постоянно подчёркивает, что он артист театра, а не кино. Друзья на это говорят, что его не надо слушать, на него достаточно просто смотреть. Почему, узнал наш корреспондент Екатерина Качёв. Автографы, высокопарные слова, объятия и цветы. Вот за что Валентин Гафт не любит свои юбилеи. А в ответ на поздравления отшучивается едким четверостишьем, посвящённым самому себе. Цветы не помещались в вазу, их положили в рукомойник, и юбилеар оказался сразу и именинник, и покойник. И в этом весь наш Валя, говорят друзья. На него нельзя обижаться. Невероятно остроумен, колюч, требователен к себе и к окружающим. Словёт самоедом и даже людоедом. Ильдар Рязанов порой не выдерживал и уходил со звучания, когда Валентин Иосифович по два часа переговаривал одну и ту же фразу в поисках идеала. А первое знакомство режиссёра с актёром на фильме «Серанода Бержерак» оказалось и вовсе неудачным. Этот фильм не состоялся потом. Но пока были пробы, подготовки. Он меня задолбал своими рассуждениями о проблемах, об актёрском существовании, о том, как надо играть. Я вообще-то считаю, что актёр должен играть. А разговаривать он может, конечно, но не стараться много не надо. И я сказал, нет, этого человека я больше к себе никогда не подпущу. После этого Гафт снялся у Рязанова аж в шести картинах. Правда, в первую из них «Гараж» Лея Ахиджакова привела Гафта с одним условием. С Рязановым рта не открывать. Только согласно роли. Да вы что, действительно хотите повергнуть всех во всеобщий повальный сон, слышите? А вы что, предпочитаете спать стоя, как боевая лошадь? Валя, а я тут вру о тебе. Да что вы? Да, о чём ты говоришь? Давайте я сяду сейчас, то же самое сделаю. Все режиссёры, снимающие Гафта, знают. Это человек исключительного дарования и невероятно нежной души. А сомневающимся Валентин Гафт был с детства. Учился неважно, считал себя лентяем и скучным человеком. Но однажды, в классе в пятом-шестом, пришло озарение. Ночью как-то проснулся и, думаю, господь артистом был. И в кружок пошёл. Сразу на женскую роль. Интересно, театр, это же такая зараза. Тот, кто по-настоящему увлёкся, это на всю жизнь. В его жизни были и Моссоветы, и Ленкомы, и Сатиры, и театр на Малой Бронной. Но главная сцена, где Гафт осуществляет свои мечты, современник. Я не киноартист, я театральный артист. Слава богу, я себя со стороны не вижу. Да, не видите, но сейчас это вы сняли, посмотришь, думаешь, господи, вы и здесь тоже не очень. Папа, раздам серпом пожатой пашни, найдёшь ещё, быть может, в жизни вслед. Во мне найдёшь, быть может, день вчерашний, но ничего ж, завтрашнего нет. Он ещё в полной силе, Гафт, фу-фу-фу, потрогать его мускулы. Вот вы посмотрите на него, когда он там, не знаю, в пиджаке, в рубашке, даже без галстука, расстёгнутый. Да он может рядом с любым там американским киногероем или символом встать. Одним словом, не слушайте Гафта, говорят друзья, лучше смотрите на него и восхищайтесь. Екатерина Кочур, Мария Емельянова, Мунис Мусманова, Первый канал.